Второй сезон истории из Уфы, где двух полицейских, вернее трёх полицейских обвиняли в изнасиловании дознавательницы. Всё это завершилось судом, арестом и увольнениями. Правда, я в другом порядке это всё произнёс. Сначала было увольнение и полицейских, и пострадавшие, кстати, с подругой тоже из органов её уволили. Трое оказались на скамье подсудимых, и вот в Верховном суде Башкирии рассмотрели апелляцию обвиняемых. Судья оправдал двух полицейских, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева. Третьего, Павла Яромчука, приговорили к четырём годам тюремного заключения. Неоправданный Яромчук и потерпевшие намерены обжаловать это решение. История заиграла со всеми другими красками. Здесь тогда, получается, и оговор присутствует на прямой связи со студией. Специальный корреспондент комсомольской правды Ульяна Скойбита, которая этой историей занималась ещё тогда, в конце 2018 года. Ульяна, привет. Да, здравствуйте. Ульяна, ты понимаешь, что происходит или нет? Я не понимаю, и адвокаты не понимают, что происходит. Никто не понимает, что происходит. Ну, то есть, с одной стороны... Я расскажу. Да, да, пожалуйста. Была сегодня апелляция, судья вынес решение, противоположное тому, что было в декабре 2019 года, когда всех полицейских осудили. Но мотивировочной части судья не оглашал. Адвокаты предоставили все те же свои аргументы, с которыми они выступали уже на том суде. И тот судья им не поверил, а этот судья им поверил. Всё. Красиво. Ну, это так вот, вкратце. То есть, нету объяснений, нету. Аргументация вся примерно та же. Они говорят, что она шалава и всё придумала, а она говорит, что они уроды, и вот её... во все естественные и неестественные места. Ну, а при этом вот эти вот двое, которые сейчас якобы оправданы, их вообще, по их словам, не было тогда в кабинете. Они были в других местах, по их словам. Ну, а дело в том, что у меня же уже два материала про это выходило. Да, да, да. А сначала девушка же, она заявила изнасилование примерно, я вот сейчас точно не помню, с 11 до 12 ночи. Они говорят, постойте, вот у нас вот доказательства, ну, электронные всякие, видеофиксация, что мы в это время были дома двое. Один уехал со своей подругой в кафе, а другой уехал просто домой. Оправдывайте нас. Тогда она изменила время совершения преступления, она его сместила в 7 вечера до часу ночи. И так они, конечно, все попали. Да, ну, в общем, все интересно. А они самого начала говорили, что их там не было. Двое, да. Самого начала говорили, что их там не было. А третье, что он ее просто довез до дома. Что он ее одевал, она падала, пьяная, там, приставала к нему, снимала штаны с себя. Но он вот стоически ее довез домой. Ему было очень противно. Это их версия, да. Мы сегодня созванивались с Уфимской редакцией, и есть такая информация, что вот эти вот оправданные, оправданные, я не знаю, насколько будет ли дальше судебные тяжбы, будет ли обжалование, но Салават и Эдуард, которые на данный момент считаются оправданными, они не собираются восстанавливаться на прежнем месте работы, что довольно странно, потому что их оттуда попросили с достаточно жесткой формулировкой. И это тоже наводит на мысль, а почему вам обратно не вернутся? Товарищи полковники, кстати. Ну, что они мне говорили, мне, они говорили, что они оскорблены реакцией правоохранительной системы, что они ей отдали всю жизнь, это очень высокопоставленные полицейские. Надо понимать, что там был начальник всей Башкирской области, ой, Башкирского района, извините, я по-моему, московскими словами говорю, и другой тоже начальник райотдела, и что вся система правоохранительная поверила оговору честь запятна, то есть им теперь противно служить этой системе. Мне говорили так. Значит, что я хочу сказать насчет вот этих оправданных. В материале, который я привезла, ну вот зимой, мне так повезло, я смогла прочитать уголовное дело целиком. То есть я знаю всю аргументацию Гульнас, потерпевший, всю аргументацию Следственного комитета, то есть на чем осуждали. А там действительно железные доказательства только против третьего, против Ерумчука, которого вот сейчас вот все-таки закатали. А там биология. У него в трусах ее биология, и у нее в трусах его биология. Ну тут вот и у нее разрыв, ну вот там, где происходит половое сношение насильственное. То есть изнасилование было, но железные доказательства против одного. Какую я версию выдвинула зимой в своем материале? Там по Галиеву, вот он сейчас оправданный, там очевидно, что он оттуда пытался срулить всеми силами души. Он звонил, он искал другую хату, он привез себе другую тетку. Ему явно было очень неудобно находиться в этой компании с дочкой своего друга, Иры Косагитова, который вот теперь днице-премьер Башкирии. Это очень высокопоставленная история. И я сразу не складывалась там с Галиевым. Галиев, похоже, не участвовал. Он, может быть, знал, что планируется, и он оттуда просто убежал. А вот насчет Матвеева у меня была версия, что он командовал изнасилованием. Ну, то есть, что он отдал приказ. Ну, не должностной, конечно, приказ. Ну, я понимаю, да, о чем ты говоришь. Он сказал девочку наказать, потому что она помешала его половому акту. Там была же множественная такая групповуха. В туалете. Да, это все было у нас в материале. Поэтому его биологии тоже нет. Но я сразу писала, что это не расследовано. Если так, то следователь должен распределять в группе роли. Кто организатор преступления, кто исполнитель преступления, кто свидетель преступления. Нет. Там было все, как бы так сказать, меня взяли, меня в рот, потом меня сзади, потом меня, ну, она причисляет конкретно, кто это делал. То есть, отверстие и последовательность. Перевернули, побили, уронили. Я заплакала, мне стало больно. Она говорит, что это делали все трое, вот в один промежуток времени. Ульяна, у тебя, да, извини, пожалуйста, у нас не так много времени. Я один вопрос хотел задать. Это не первое расследование у тебя. Но, обрати внимание, тогда было непонятно. И, да, это все можно прочитать в твоих материалах. И ее версии, и их версии. Но прошло уже год с лишним. Вот как ты думаешь, сейчас какие-то кончики можно найти? Или это все запутается так, что уже никто не распутает? Нельзя найти никаких кончиков. Потому что, смотрите, там высокопоставленные люди с обеих сторон. С ее стороны вице-премьер, папа. И со стороны полицейских там был вице-премьер. В момент, когда их сажали, у них был друг, там Матвеев в правительство уходил, в республике Башкирия, вице-премьер. Там эксперты запуганы. Мы только что разговаривали с адвокатом. Я говорю, у нее же никаких повреждений нет. Я говорю, как? Я дело читала, есть у нее повреждения. Говорит, эксперты запугали. Он тебе за бутылку что хочешь рассказать. Это печально известный эксперт у нас в Башкирии. Но вот кому верить? То есть, по документам, там преступления есть. Со стороны одного, я подчеркиваю, двое. Я считаю, что один уехал, а другой командовал, был организатором. Ну, давай последим за тем, как будут развиваться события тогда. Спасибо тебе большое, что, во-первых, напомнила о своих материалах. Их можно прочитать на сайте «Комсомольская правда». Ульяна Скойбеда писала их. И я думаю, что Ульяна и дальше будет заниматься этим делом. Как только появится свежая информация, обязательно вам о ней сообщим. Появился материал Ульяны Скойбеды, которая продолжает свое расследование скандала в Уфимской полиции, где в ноябре прошлого года трое высокопоставленных офицеров якобы изнасиловали свою коллегу. Говорю, якобы, потому что суд еще идет. Результаты экспертизы пока не обнародованы, по крайней мере, официально. Но, тем не менее, порция информации свежей у Ульяны появилась. Ульяна Скобина на прямой связи со студией. Ульяна, добрый вечер. Да, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Якобы Антон сказал, потому что там у девушки полная нескладушка, все ее показания ничем не подтверждаются, а показания полиции как раз они более достоверные. Нет, в общем-то, ни одного доказательства изнасилования. Мы об этом подробно рассказывали. Достаточно будет одного результатов экспертизы. Пока их нет. Да, никаких результатов экспертизы нет. Вернее, вчера пришел один результат экспертизы. На ковке потерпевшей обнаружено ДНК неизвестной женщины. Не трех полицейских, а неизвестной женщины. ДНК трех полицейских пока не обнаружено. Ну, либо нам об этом пока не сообщили. Ну, да, одно из двух. Либо их там нет, либо об этом пока, собственно, решено не говорить ничего. Кстати, по поводу, даже по поводу ДНК этой женщины. Официальный комментарий Следственного комитета, Управление Следственного комитета по Башкирии говорит о том, что Следственный комитет никаких пока материалов СМИ на этот счет не передавал. Поэтому, наверное, не стоит верить информации о следах, биологических следах неизвестной женщины. Нет, 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 там можно верить. Там следователь как раз поехал за результатами экспертизы биологической. Ну, а пока вот утекло вот это. Там пришли, ну, ДНК экспертиза, она делается, вот там белье, там все вот это вот и замается, одежда. И не могла прийти экспертиза по одной кофточке и не прийти экспертиза по всем остальным трусам. То есть нам просто не сообщили то, что совершенно точно уже Следственному комитету известно. Есть такая надежда, что скажут в понедельник. Но пока я скажу, что стало известно прямо сегодня, там нерв расследования в декабре был еще в том, что не была известна позиция папы потерпевшей, дознавательницы, замначальника Росгвардии Башкирии, полковника Сагитова. Потому что все арестованные полицевки кричали, что он их старый друг, 20 лет служили в месте коллеги, и как он мог вообще в это поверить, что мы на его дочку полезли. И с другой стороны, папа не мог не знать, как характеризуют его дочку. С крайне дурной стороны, что она постоянно в трусы к мужикам лезет, ну, слабая напередок и так далее. Там очень плохая характеристика. И все время был вопрос, как же папа не остановит все это дело? Ведь одно его слово, пристрани свою девку. В ее же показаниях несовпадение на несовпадение. Ну, просто скажи что-то. А полковник Сагитов полностью устранился, несмотря на то, что товарищи без единого доказательства сидят в третий месяц. И вот сегодня Альбина, это жена начальника Крамоскалинского ОВД Салавата Галиева, достала его, она его подстригла где-то в магазине, записала и прислала нам запись. Я предлагаю послушать. Давайте послушаем, да, у нас два фрагмента. Давайте послушаем первый из них. Ты что веришь, что они ее носили? Кому она нахрен нужна? Кому она нужна? Крыница, кому она нужна? Они ее увидели, в хр... Все, и напрыгнули на нее. Бальмим шелк, бальмим шелк. Ладно, сон слепой лошади, не надо пересказывать. Ты же сколько лет им знаешь? Ты думаешь, что слова от вот этого вот хр... Ты скачил, в очередь испаял, что ли в туалете? Не знаю. Верик, ну ты сам-то веришь, что это хр... Не знаю. Почему ты застаю? Ну, не хр... Какая она у меня дочь? Ирек Сагитов говорит только одно не знаю, и в конце добавляет не моя она дочь. Какая моя дочь? Какая она мне дочь, да. А следующие были слова, мои дети дома... Давай послушаем. Она мне не дочь, мои дети дома сидят. Давайте послушаем сразу и вторую часть этого мини-интервью. Ты, б***ь, ее ходишь, отмазываешь везде. Тебе не стыдно? Тебе не стыдно? Кого я отмазываю? Сочь свою. Такой нахрен... Где я отмазываю? Тогда на день уголовной ротки... Б***ь хватало. Потом сел он в машину. Я не знаю, что за... Матвей ударил ее. Ты же ее отмазал. Ты же ее отмазал. Ты же пришел к Матвееву, чтобы она ее не уволил. Он тебе позвонил. Б***ь? Сейчас взрослый. Да. Кто звонил? Матвеев. Не общаясь, не разговорил. Не видел его в жизни. Ты сказки рассказываешь. Что ты мне говоришь? Ты следователь будешь сказки рассказывать. Вот, собственно, да. Это целиком то аудио, которое ты смогла раздобыть. Ну, нет. Я, конечно, не услышала вот этой фразы. Какая она мне, дочь, мои дети дома сидят. Но это надо понимать не буквально. Я в расследовании с вами писала, что Ирак Сагитов очень холодно относился к этой девушке. Он в интервью КП, которое мы сразу взяли, говорил, я ее не воспитывал, ее мама воспитывала. Мы тоже использовали этот фрагмент в моей аудиоверсии расследования. В общем, он не будет помогать своим товарищам, он не будет влиять на девицу. И он еще там вначале говорит, Альбина его обвиняет, ты ходил, ты ходил, заявление писал. Он говорит, где я ходил, ее мама довела. Заявление Гульнас подала под влиянием мамы, он в этом участвовать не будет. Ульяна, если он говорит, всячески от нее открещивается, то, может, и защищать он ее тоже не будет? Ну, вот это, помните в фильме, не я делаю в виду, бумага его ведет. Он влиять не будет, но это, конечно, очень хорошо говорит о чести офицера. Но дело не так. А что, давай секундочку, а при чем здесь офицерская честь? Что он, как офицер, должен был в данном случае сделать? Ну, очень многие считали, что вообще не надо было выносить этот скандал, выметать мусор. Хорошо, а если изнасилование, предположим, что изнасилование на самом деле было? Тогда другое дело. Но здесь настолько это было дикое обвинение, и всем было дико, что начальники полиции вот эту вот несуразицу не задавили в зародыши. Просто поговорить. И все вот, я в том числе спрашивала, вы почему ему не позвонили? Говорят, мы звонили, он трубку не мкал. Гульнаф пошла писать заявление, когда они сказали, мы звоним твоему папе, что ты пьяная пришла на работу, и, значит, надо тебя там решать, увольнять, переводить. Так не работают. Ах, так, хлоп дверью. Хорошо. Если супруга, ну, одного из офицеров уверена в невиновности своего мужа, почему она пошла вот, пошла к отцу пострадавшей и всячески пыталась давить на него? Ну, дождись результатов экспертизы, все, твой мужа отпустят, если он действительно ни в чем не виновен. В чем смысл? Экспертиза должна быть готова уже более месяца назад. Ее почему-то не показывают. Офицеры сидят без всякого доказательства третий месяц. А это замначальника Росгвардии, он командир ОМОНа Башкирии. Он очень высокопоставленный чиновник правоохранительных органов. Боже мой, Ирок, мы же твои друзья, что же ты делаешь? Ну, вот это вот смысл в этом спичи. Хорошо. Ульяна, напомни нам, пожалуйста, вот как только это случилось, девушку же ведь обследовали на предмет подтверждения ее слов, ну, вот гинекологи, простите, да, они-то что сказали? Вот я вот этого не помню. Что сказали тогда сразу врачи, осмотрев девушку, было или не было там изнасилования? Данных за острую гинекологическую патологию не выявлено. Нет никаких разрывов половых органов, потертостей в районе половых органов, там нет ничего. А, но наличие самого полового акта они не исключили? Нет, ну, такого нету тоже. Нету таких слов в экспертном заключении. Есть синяки, синяки по всему телу. Руки, ноги в синяках. Когда, есть ли какая-то информация или какие-то намеки на то, когда будут результаты экспертизы? Ну, понятно, что не официально, а вот по каким-то слухам, по каким-то... В понедельник ожидается, что, может быть, это скажут в понедельник. А вот эта женщина, ДНК неизвестной женщины, ведь была информация о том, что Сагитова была не одна. Я имею в виду... Она не-не, ну да, дочь Сагитова, да, у нее другая фамилия, мы не разглашаем ее в эфире. Простите, ну, вот, собственно, ровно поэтому ее так назвал, да. У той тоже брали все смывы, она известная для следствия женщина. То есть это не ее ДНК нашли? Вторая дознаватель, да, это должно быть не ее ДНК. Они все должны быть исключены, конечно. Получается, вообще совсем все запутано. Хорошо, тогда ждем понедельника и, возможно, ставим точку в этой истории, ну, хотя бы с точки зрения наличия доказательств в пользу одной или другой веры.